Для слепых украинцев общение с банком испытания, говорит Денис Петров. Он заполнил онлайн анкету и получил согласие на выдачу кредита. Но денег так и не выдали. Из-за инвалидности. Дискриминация существует, признал Харьковский операционный суд. Он рассматривал похожее дело. Банк отказал в кредите клиенту, даже не проверив его доходы. Только потому, что он инвалид первой группы. Был вызванный факт дискриминации. Суд считал, что необходимо стягнуть с банка 1 тысячу гривен, оскільки 2 тысячи не были достатньо обґрунтованы. Точка в этом деле еще не поставлена. Юристы банка подали жалобу в высшую инстанцию. Но защитники людей с ограниченными возможностями рады самому прецеденту. Просто сами жертвы дискриминации часто не в змозе идентификовать, что это была самая дискриминация, и они не знают правовых механизмов, как с этим бороться. Впрочем, с каждым годом в суды обращается все больше таких украинцев. Днепропетровец Дмитрий Жарый добился лишения лицензии аптеки без пандуса. Донеччанка Татьяна Гречишникова отсудила деньги у клуба за фейсконтроль. Чем больше таких фактов, говорят юристы, тем скорее трость и инвалидная коляска перестанут быть ярлыками. Елена Скоблой, Юрий Мельничук, События.